Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня темой моего рассказа будут цветочные растения, которые мы выращиваем не ради цветов. Что же за растения? И, собственно говоря, почему они считаются цветочными, хотя декоративность им придают вовсе не цветы? Наверняка вы встречали эти растения в озеленении. Просто, возможно, вы не задумывались, в чем именно декоративность этих видов. Первым и, наверное, одним из самых любимых таких растений моим является декоративная капуста. Вроде капуста насчитывается множество видов, но капуста листовая, а именно ее разновидность бескочанная, ацефала. Выращивается она достаточно долгое время и имеет большое количество сортов. А в последнее время появились и гибриды этой капусты. Отличаются они листьями, собранными в достаточно плотной розетке, которые ярко окрашиваются при похолодании. Это классическая осенняя декоративная культура, которая спасает наш сад от серости и уныния в осенний период. И сохраняет свою декоративность вплоть до серьезных морозов. Моим любимым гибридом декоративной капусты является гибрид павлин. У него есть форма с пурпурными листьями и есть белая и розовая форма. Чем отличается этот гибрид? У него листья рассеченные немножко и действительно напоминают чем-то хвост павлина. Попробуйте вырастить эту культуру. Она достаточно проста в выращивании. Она может выращиваться как непосредственным посевом в грунт, но все-таки лучше рано весною посеять ее либо под пленочные укрытия и рассадить затем как рассаду обычной капусты, либо посеять на какую-то грядку с достаточным увлажнением и тоже впоследствии рассадить на постоянное место. Еще одна культура, которую мы выращиваем ради красивых листьев, которые заменяют нам цветение, и мы вполне искренне считаем, что это такие цветы, является колеус блюме. На самом деле это вид сложного гибридного происхождения. В народе он получил название крапивка. За листья схожие по форме и опушенности с листьями крапивы двудомные. Но это растение относится к другому семейству, к семейству губоцветные. И современные сорта и гибриды колеуса отличаются очень большим разнообразием окрасок листьев и их формой. Существуют очень интересные сорта с рассеченными листьями, с волнистыми листьями. Есть сорта, которые напоминают по форме какие-то морские кораллы, совершенно необыкновенные. Но в цветоводстве, в таком промышленном, наибольшее распространение получила сорта серии Визард. Это гибрид F1. Он сохраняет свои свойства только при размножении семенами купленными, либо при черенковании. Это очень хорошая сорта серия, отработанная, у которой листья расположены достаточно плотно. Эти растения отличаются небольшим ростом и достаточно поздно переходят к цветению. В данном случае ждать цветения у колеуса не стоит, поскольку цветки очень резко снижают декоративность этого растения. Оно начинает образовывать длинные междоузли, мелкий лист. Листья теряют свою яркую эффектную окраску. А цветки на самом деле у колеуса достаточно невзрачные, такие сиренево-розоватые, в редком таком соцветии не очень интересном. Поэтому вот именно сорта серии Визард, она является очень хорошей, красивой промышленной сорта серии. Есть в ней сорта и с одноцветными листьями, желтыми, бордовыми, оранжево-красными. Так есть и пестролистные сорта. Рекомендую попробовать вырастить эту культуру. Единственным недостатком колеуса при домашнем выращивании является либо необходимость покупки готовой рассады, либо выращивание этой рассады на протяжении очень длительного времени. В принципе, уже, как правило, к концу января, начало февраля приступают к посеву колеуса на рассаду. Рассада колеуса всходит достаточно... Семена колеуса прорастают достаточно долгое время, и рассада развивается медленно. Но, естественно, поскольку это декоративно-лиственные растения, мы можем высадить даже небольшие растения, они будут выглядеть эффектно, поскольку нам не надо ждать цветения, растение будет выглядеть интересно и красиво, даже не цветущим. Следующим растением, которое получило свою популярность и славу красивого цветка, является молочай окаймленный. В народе это растение получило название невесты или вечная невеста. Наверняка многие из вас выращивали это растение. Это очень неприхотливое растение, однолетнее, которое декоративно своими присоцветными листьями. Соцветия этого молочая представляют собой мелкие невзрачные цветочки, собранные в небольшой щиточек, и вокруг него расположены такие овальные, удлиненно-ланцетные овальные листочки с белой каймой по краю. И вот эта кайма наиболее ярко проявляется именно в момент цветения. Если вы не выращивали это растение, то наверняка встречали такое комнатное растение, как пуансетия. Пуансетия это тоже вид молочая. Молочай прекраснейший он называется. И у него декоративность имеют именно присоцветные листья, которые у видового растения имеют красную окраску. У сортов они могут быть и белые, и розовые, и пестро окрашенные. Но это растение в открытом грунте, в умеренной полосе не зимует. А молочай окаймленный, хоть и не зимует, но прекрасно дает самосев и быстро расцветает даже при прямом посеве семян в грунт. Не совсем верно называть цветами такие популярные однолетние растения, которые используются как сухоцветы чаще всего, которые называются гелихризум или сухоцветник. Гелихризум прицветниковый, так называемый бессмертник, наверняка все встречали в бабушкином букете. Декоративность этому растению, которое относится к семейству, сложноцветные, также придают присоцветные листочки-обертки. Эти листочки, они такие плотные, кожистые, блестящие, и они ярко окрашенные. Есть сорта гелихризума прицветникового с желтыми, оранжевыми, вишневыми, розовыми, лиловыми такими вот этими листочками-обертки. Это растение достаточно быстро развивается. Оно растет и успевает зацвести в условиях средней полосы. Даже при прямом посеве в грунт в весенние сроки, это холодостойкое растение. На родине у себя оно вообще-то многолетнее, но в наших условиях оно не перезимовое. Цветки гелихризума, как и у всех большинства сложноцветных, они не отличаются высокой декоративностью. Они мелкие, желтенькие, собранные в центре соцветия, в плотную такую корзинку, которая вообще чаще всего у бутонов, она даже закрыта вот этими чешуйками, которые придают декоративность, ради которых мы, собственно говоря, выращиваем это растение. Еще одно растение, которое выращивается как сухоцветник или бессмертник так называемый, это гелептерум менглса, роданты он еще называется. Это менее часто встречающийся вид таких вот однолетних растений, но он тоже в свое время был очень популярен. У него также декоративность представляют именно ярко окрашенные розовые, либо белые кожистые листочки-обертки, которые окружают плотную корзинку желтых, либо таких темно окрашенных цветков, и выглядят они как такие своеобразные ромашки. Это тоже хороший такой сухоцвет. Из многолетних растений условным цветком можно назвать такое растение, которое сейчас очень популярно и широко используется в садовом дизайне, как астранция. Это растение семейства зонтичных, но зонтик в том понимании, в котором мы привыкли видеть, который мы встречаем в соцветии укропа, либо в соцветии моркови, мы здесь не увидим. Цветки у астранции мелкие и собраны в такой плотный маленький зонтик, который окружен очень крупными, часто довольно ярко окрашенными, в зависимости от сорта, листочками обертки, которые практически полностью скрывают этот зонтик. И издалека этот зонтик выглядит именно как цветок. Современные сорта астранции большой имеют розовую окраску вот этих пресоцветных листочков, малиновую. Видовая астранция большая отличается такими беловато-зеленоватыми, такими светло-зелеными вот этими листочками. В определенный момент они выглядят почти белыми. Это очень неприхотливое растение, можете попробовать вырастить у себя на участке. Оно идеально вписывается в природный сад, оно очень хорошо смотрится в миксбордерах. Ради декоративных листочков выращивают такой вид сальвии или шалфея, как сальвия зеленая или харминовая. Чем эта сальвия отличается? Эта культура очень популярна в Англии, и у нее декоративность самому растению придают именно при цветковые листки, которые в момент зацветания приобретают яркую окраску и сохраняют эту окраску вплоть до созревания семян. Есть различные сорта и формы, у которых эти листочки могут быть окрашены в белый, розовый, малиновый, либо фиолетовый цвет. Выглядит это растение очень интересно и эффектно. В чем его большое достоинство? Этот однолетник дает прекрасный самосев. То есть, если даже вы не собрали семена, но в первый раз вырастили это растение рассадой, оно у вас обязательно к осени даст семена, которые очень легко высыпаются, и весною эти семена без всяких лишних телодвижений с вашей стороны взойдут на то месте, где у вас сидела в прошлом году именно эта сальвия. Потом вы эти сеянцы можете пересадить в те места, где вам это растение покажется более нужным. Попробуйте его вырастить. Это очень интересное и красивое растение, которое заслуживает своего места в цветнике. Надеюсь, что мой рассказ был полезен для вас. Наверняка вы знаете какие-то другие растения, которые мы выращиваем как цветы, не ради цветов. Надеюсь, что вы поделитесь своими вопросами и наблюдениями в комментариях к этому видео. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Анастасия Гулис на канале Процветок. Субтитры создавал DimaTorzok